Поздно вечером 5 августа 25-го года жена знаменитого полководца Красной Армии Григория Котовского услышала на улице два револьверных выстрела. Они с мужем отдыхали тогда в пансионате Чебанка рядом с Одессой. Их отпуск уже подходил к концу. На следующий день они должны были уезжать. Котовский отправился на прощальный ужин с другими красными командирами. И теперь она ждала его возвращения. Услышав выстрелы, Ольга Котовская выбежала на улицу и вскоре увидела мужа, лежавшего лицом вниз. Его сердце уже не билось. Позже экспертиза определит. Выпущенная почти в упор из пистолета пуля пробила аорту. И Котовский умер в течение 20-30 секунд. Известие об этом убийстве потрясло страну. Григорий Котовский был одним из самых известных и популярных командиров Красной Армии. Награжден тремя орденами Красного Знамени. Высшей советской наградой того времени. О его подвигах уже тогда сочинялись стихи и песни. А главное, с давних пор за ним закрепилась слава отважного защитника всех бедных и угнетенных. Этакого революционного Робин Гуда. Григорий Котовский – одна из самых фантастических фигур того периода истории России, который сам по себе фантастичен. И нами уже воспринимается сегодня как что-то такое непонятное, дикое, страшное или наоборот восхитительное. Через день о безвременной смерти товарища Котовского сообщила самая главная советская газета «Правда». В ночь на 6 августа в совхозе ЦУП военпромхоза «Чебанка» в 30 верстах от Одессы безвременно погиб член союзного украинского и молдавского цика командир конного корпуса товарищ Котовский. И все. Никаких разъяснений. Что значит «безвременно погиб»? Можно подумать, что Котовский был убит на поле сражения. В Одессе красному командиру устроили пышную церемонию прощания. В ней приняли участие тысячи людей. В память о Котовском его именем начали называть города, поселки, улицы, колхозы, пароходы. Ему ставили памятники и решили даже построить авиаэскадрилью «Крылатый Котовский». Более того, его хотели похоронить так же, как и вождя революции Владимира Ленина – в собственном мавзолее. Он был настолько популярен, настолько был, скажем так, народным героем, что не захотели с ним расставаться. Поэтому было принято решение о том, чтобы тело Котовского тоже забальзамировать и создать ему мавзолей. 11 августа 1925 года забальзамированное тело Котовского перевезли в городок Бирзула, потом его переименуют в Котовску. В центре города построили склеп, в котором установили стеклянный саркофаг. Рядом положили ордена Котовского и его наградную шашку. Фактически, Котовского посмертно возвели в ранг революционного святого. Но об обстоятельствах его гибели по-прежнему не говорилось ни слова. Странная смерть Котовского всегда была окружена орелом тайны. Говорили, что прославленный командир на самом деле погиб то ли в пьяной драке, то ли был убит в ссоре из-за женщины, то ли из-за дележа бандитских денег. Утверждали, что его убрали по приказу Сталина или Троцкого. Говорили, что своенравный Котовский собирался начать революцию в соседней Румынии. А это могло осложнить международное положение СССР и очень беспокоило румынскую разведку. Другими словами, слухов и версий было множество. Но все-таки кто же и почему убил легендарного красного полководца? Давайте разбираться. Смотрите прямо сейчас. Как Григорий Котовский начал свой путь в революцию? И за что ему дали прозвище Робин Гуд? С самого начала говорил о себе как разбойники идейным. Атаман Ада он себя называл, а его называли, конечно, Бессарабским Робин Гудом. Какую крупную военную операцию готовил командир корпуса Котовский? И почему ему категорически запретили ввести войска в бой? Есть такая версия, что Котовского и убили как человека, который неуправляемый, неконтролируя и может спровоцировать конфликт. Военный, международный конфликт. Кто же все-таки был убийцей легендарного красного командира? И почему он совершил это преступление? Узнав об убийстве Котовского, Сталин написал. Жаль его. Незаурядный был человек. А знаменитый русский генерал Алексей Брусилов, когда-то спасший Котовского от смертной казни и потом, перешедший на сторону большевиков, откликнулся на его смерть такими словами. Теперь бедняга погиб. Сложил свою буйную головушку совершенно неожиданно. Ну а Михаил Фронзе заявил. Тот, у кого поднялась рука на такого человека, или безумец, или предатель, какого еще не знала страна. Так что же это было? Случайность, поступок безумца или хорошо спланированная акция? Удивительно, но убийцу Котовского обнаружили сразу. Вернее, он сам себя обнаружил и признался в том, что совершил это преступление. Как же это было? Сын полководца Григорий позже передавал рассказ своей матери, жены Котовского, Ольге Петровне, об этих трагических минутах. Когда тело отца вынесли на веранду, он вбежал сюда, упал перед мамой на колени и стал биться в истерике. Это я убил командира. Маме показалось, что он хочет войти в комнату, где я спал. И она, преградив ему путь, крикнула «Вон, мерзавец!». Он быстро исчез. Убийца был схвачен на рассвете. Впрочем, он и не делал попыток скрыться. Убийцей был мейер Зайдер. Такой полуграмотный человек, но очень ловкий, хитрый, оборотистый был. И с юных лет он был связан, в общем-то, с преступным миром Одессы. Сохранилась одна из фотографий мейера Зайдера. Или майорчика. Под такой кличкой его знали в кругах одесских уголовников. После ареста Зайдера посадили в камеру предварительного заключения в Одессе. Властям пришлось принять серьезные меры безопасности, чтобы оградить его от мести со стороны боевых товарищей Котовского, которые осадили тюрьму и потребовали немедленной казни убийцы своего командира. А теперь внимание. Суд над Зайдером начался только через год. И вот загадка. Ему вынесли сравнительно мягкий приговор. Десять лет тюрьмы. Убийца названа Зайдером. Причина не названа. Да, то есть, ну, есть констатация факта, что вот он его убил. Любопытно, что в том же здании, одновременно с Зайдером, судили уголовника, который ограбил зубного техника. И суд приговорил его к расстрелу. Но и это еще не все странности. Из десяти лет Зайдер отсидел всего три года. А потом его освободили за примерное поведение. Но, как выяснилось, это только приблизило его конец. Материалы следствия тут же засекретили. А когда уже в конце 30-х годов Ольга Котовская попыталась узнать, нельзя ли провести новое расследование гибели ее мужа, ей настойчиво посоветовали больше не касаться этой истории. Все это еще больше добавляло таинственности и в дело о странной гибели этого яркого и незаурядного человека с поразительной судьбой. Он прошел путь от лихого налетчика, приговоренного к смертной казни, до народного заступника, Робин Гуда революции, полководца гражданской войны и одного из главных советских героев. Жизнь Григория Котовского действительно напоминает настоящий приключенческий роман. Не зря они слагали легенды. Котовский родился в июне 1881 года в Бессарабском селе Гончешты, сейчас это Молдавия. Его отец был обрусевшим поляком, женившимся на крестьянке, и работал на винокуренном заводе помещика Манукбея. В семье Котовских было пятеро детей. О нем говорили советские биографы, что он был таким заводилой во всех играх, сильным, смелым, что он катал на спине чуть ли не пятерых мальчишек. А он сам о себе рассказывал другое, что он был слабый, нелюдимый, болезненный. В пять лет он полез на крышу, упал оттуда и стал заикаться. И заикался до конца жизни. Но поскольку его дразнили из-за этого заикания, он привык драться, и чуть его начинали дразнить, он лез в драку. Несмотря на хулиганские замашки, юный Котовский всегда хотел учиться и очень любил читать. Правда, далеко не классическую литературу. Русскую литературу он презирал. Он потом уже говорил, когда, после революции, что все эти Тургеневы и Толстые учат только быть слабым. Ну, их вообще к черту. А сам он любил приключения Шерлока Холмса, Канандо или Жюля Верна. И старался подражать, конечно, их героям. Котовский поступил в сельскохозяйственное училище. Но стать агрономом ему было не суждено. Он начинает работать в нескольких поместьях, но везде он уходит из-за несправедливости. Либо где-то вступается за рабочих, где-то вступается за крестьян. Но делает это совершенно по-рубингутски. То есть не через юридические какие-то законы, как защитить. А очень просто. Обокрал помещик крестьян, не выдал им за их работу. А Григорий взял, как управляющий, а деньги раздал крестьянам. Так Котовский пришел к убеждению, нужно действовать по принципу «грабь награбленная». Вскоре началась русско-японская война. Его призвали в армию. Но он дезертировал. И вернулся в Бессарабию, где вскоре возглавил отряд гайдуков или просто налетчиков. Они нападали на поместья, магазины, банки. Как настоящий благородный разбойник, одну часть денег он раздавал беднякам. Другую тратил на нужды своей организации и себя лично. Позже он вспоминал. «Я насилием и террором отбирал от богача-эксплуататора ценности и передавал их тем, кто эти богатства создавал. Я, не зная партии, уже был большевиком». «С самого начала говорил о себе как разбойнике идейном. Атаман Ада он себя называл. А его называли, конечно, Бессарабским Робин Гудом. Робин Гуд тоже, как мы знаем, был благородный разбойник. И он старался тоже на него быть похожим. Но сколько он раздавал деньги бедным, не знаю. Поскольку он многое тратил на себя. Он любил красиво жить. Ездил не только в Кишинев, но и в Одессу, столицу тогдашнего юга России. Там проводил время шикарно. В Одессе или Кишиневе Котовский выдавал себя за состоятельного коммерсанта или помещика. Он любил ходить в театры, сидеть в ресторанах. При этом мог один легко съесть яичницу из 25 яиц. Бывал на бегах, флиртовал с женщинами. Все это в перерывах между налетами. Во время проведения налетов, или, как тогда любили выражаться, экспроприацией, Котовский всегда соблюдал два правила, которые стали его фирменным стилем, его почерком. Во-первых, он никогда не проливал крови. Действительно, до начала гражданской войны Котовский, несмотря на все свои похождения, не убил и не ранил ни одного человека. И всегда с гордостью говорил об этом. Ну, а во-вторых, он неизменно представлялся тем, кого грабил. Даже в том случае, если был переодет помещиком или светским франтом. Его фраза «Я, Котовский» часто действовала сильнее, чем угроза оружием. И отбивала у жертвы всякую волю к сопротивлению. Однажды крупный помещик сказал, что не боится атамана ада. У него под столом спрятана кнопка, на которую в случае налета можно нажать ногой и подать сигнал тревоги полиции. То, что произошло дальше, было почти без изменений показано в советском фильме «Котовский», снятом в 42-м году. Эта сцена из него стала, пожалуй, самой знаменитой. Водки на стол! Я, Котовский! Ну! В Одессе о Котовском распевали куплеты. Разбил он банк и шарабан, кафе «Шантан» и ресторан и напоил вином крестьян. Таков наш адский атаман. В начале 1906 года за поимку Котовского полиция объявила награду – 2000 рублей. В феврале его все-таки арестовали. Но из тюрьмы он сбежал. В сентябре его снова арестовали. При аресте он был ранен в ногу. Схватили и отправили в Нершинскую каторжную тюрьму. Там он сотрудничал с администрацией, гонял других заключенных. За это его должны были освободить. Но тут кто-то пожаловался в центр, что такого опасного преступника собираются освобождать. И его оставили в тюрьме. Тут он обиделся и сбежал. В июне 16-го – новый арест. Котовский был тяжело ранен в грудь. Россия вела войну. И по законам военного времени главаря вооруженных налетчиков, действовавших недалеко от фронта, приговорили к повешению. Но он начал писать по инстанциям покаянные письма. Просил его помиловать и отправить на фронт. Одно из писем попало к жене знаменитого генерала Алексея Брусилова. Брусилов командовал Юго-Западным фронтом. Ему фактически подчинялись 12 губерний. И он имел полномочия казнить и миловать преступников. Жена генерала посетила Котовского в тюрьме. Она была очарована этим современным Робин Гудом. Котовский умел производить впечатление на женщин. И уговорила мужа отсрочить исполнение приговора. А вскоре произошла февральская революция, после которой была объявлена амнистия всем политическим заключенным. Котовский считался не политическим заключенным, а обычным уголовником, бандитом. Тем не менее, ему заменили смертную казнь 12 годами каторги. Однако, теперь и в тюрьме он чувствовал себя свободно. Почти в любое время мог ее покидать. 23 марта 1917 года в городском театре Одессы давали концерт в пользу жертв революции. На нем появился Котовский, который в антракте устроил аттракцион. Он продавал две пары своих кандалов. Ручные и ножные кандалы каторжанина ушли с молотка за 3100 рублей. Дороже, чем предлагали за голову Котовского. А наручники, которые на него надевали в тюрьме, всего за 75. Молодой певец Леонид Утесов, тоже участвовавший в концерте, веселил публику куплетами. Котовский явился, буржуй всполошился. Вскоре Котовский был помилован специальным указом тогдашнего министра юстиции Александра Керенского и отправлен на Румынский фронт. После Октябрьской революции его послали устанавливать советскую власть в Кишиневе. Котовский очень быстро выбрал сторону красных. Конечно, идейным большевиком на начальном периоде он не был. Но как раз за счет того, что он много читал, много интересовался, он очень быстро вошел в курс дел и идей того, что предлагали большевики, что несла в себе советская власть. В январе 1918-го Бессарабию заняли румынские войска. Для Котовского оккупация его родины стала личной драмой. С тех пор его не оставляли мысли об ее освобождении. И он не раз возвращался к плану освободительного похода в Бессарабию. По одной из версий, именно с этим планом могла быть связана его гибель. Но это будет позже. В начале 1918-го года, после отступления из Бессарабии, Котовский со своим отрядом ушел в Одессу. Но и ее в марте 1918-го заняли немцы и австрийцы. Красные отступили из города. Исчез из него и Котовский. Однако осенью того же года он снова появился в Одессе. И занялся тем же, чем занимался раньше. Только теперь в интересах пролетарской революции. Котовцы не только грабили банки или магазины, но и взрывали железнодорожные пути, нападали на склады с оружием или продовольствием. В его отряде, по различным данным, находилось от 15 до 200 человек. Сам Котовский по-прежнему демонстрировал чудеса артистизма и конспирации. Он умудрялся мгновенно преображаться. Он мог стать, например, обычным бендюжником, или кочегаром, или, так сказать, крестьянином. Например, будучи в обличье кочегар, он был узнан от ним из, так сказать, полицейских. Он зашел в вагон, умудрился там быстренько переодеться. С другой стороны в вагон уже вышел крестьянин, который тащил тяжелый мешок и был пропущен с фразой «Дядя, не мешайся, здесь идет полицейская операция». Именно тогда в Одессе произойдет знакомство, которое станет для Котовского роковым. Одесское революционное подполье тесно сотрудничало с подпольем криминальным. Многие уголовники и налетчики тоже считали себя борцами против буржуев и помогали революционерам. Королем преступного мира Одессы считался знаменитый Мишка Япончик, он же Моисей Винницкий, который познакомился с Котовским еще до революции, в тюрьме. Теперь они нередко координировали свои акции. Обменивались информацией и помогали скрываться бойцам своих отрядов. Однажды пришлось скрываться и Котовскому. И спрятал его один из помощников Япончика Мейер Зайдер. Тот самый, который потом убьет его. Зайдер, по некоторым данным, начинал как мелкий сутенер. Но потом вырос до владельца весьма известного в Одессе борделя. Возможно, что туда захаживал и Котовский. Но однажды он появился там не как клиент. Он уходил от слежки и скрывался в борделе как раз у Зайдера. Якобы, когда Котовский от него уходил, он произнес фразу «Я твой должник». И вот этот должок ему Зайдер со временем припомнил. Уже в других обстоятельствах. Летом 1919 года, вскоре после взятия Одессы красными, началась военная карьера Котовского. С июля 1919-го он командир стрелковой бригады. С января 1920-го командует кавалерийской бригадой. За три года гражданской войны бригада Котовского с кем только не воевала. Против белогвардейцев, против украинских националистов-петлюровцев, против поляков, против повстанцев Нестора Махно и Александра Антонова на Тамбовщине. Его бригада была спаяна не только железной дисциплиной, но и чувством товарищества. Самыми тяжелыми проступками по кодексу Котовского считалось оставление товарища в беде, мародерство, жестокость по отношению к пленному и мирному населению. Известный монархист Шульгин, Василий Васильевич, который описал его в одной из своих мемуарных книжек, говорил, что из всех красных командиров он обожает только Котовского, потому что тот всегда запрещал как-то убивать и грабить пленных белых офицеров. Вообще относился и к пленным, и к мирному населению очень гуманно. Ну, а уж свои люди вообще относились к Котовскому с обожанием. В октябре 1922 года Котовский получил повышение. Он стал командиром 2-го кавалерийского корпуса, расквартированного недалеко от Киева. И здесь он смог проявить свои необычные таланты. Место дислокации корпуса превратилось в процветающее мини-государство, в котором бойцы и ветераны корпуса не только проходили военную службу, но учились и работали. Котовский развернул при корпусе целую сеть предпринимательских организаций. Во всех частях работали военно-кооперативные лавки. Потом эти лавки Котовского, как их называли, начали открываться в других населенных пунктах. В 1924 году в селе Ободовка была основана коммуна Бессарабская, в которой работали ветераны-котовцы. Котовский распорядился выписать для нее из Америки два трактора. В коммуне была собственная электростанция, макаронные и молочные заводы, фабрика по производству вина и фруктовых соков. Котовский любил говорить, сначала создайте человеку человеческие условия, ну а потом требуйте от него сверхчеловеческих усилий. Котовский был как минимум крепким хозяйственником. Его даже, кстати говоря, чуть ли не Куйбышев рекомендовал перевести на какую-то деятельность, связанную с экономикой, а не с военными делами. Именно в хозяйстве Котовского в 1922 году и появился его будущий убийца – мейер Зайдер. Дела у него к тому времени шли плохо. Не было ни работы, ни денег. Котовский помнил, что в Одессе Зайдер прятал его от белых. И теперь, в свою очередь, помог ему. Есть тоже, опять-таки, странные версии, очень часто встречающиеся, что якобы он был чуть ли не адъютантом Котовского. Он не был никогда адъютантом Котовского. Котовский назначил Зайдера начальником охраны Перегоновского сахарного завода. Там он и работал до роковой ночи с 5 на 6 августа 1925 года. Зайдер, безусловно, был одним из доверенных у него людей. Он его принимал совершенно спокойно. И в день его убийства, накануне даже, 4-го числа, Зайдер предупредил, что он приедет. Это не вызвало никакой тревоги и опасений у Котовского. Точно совершенно это подтверждено документально. Он его ждал. Но что же могло произойти между ними в ту ночь, если согласиться с тем, что убийцей Котовского был действительно мейер Зайдера? Казалось бы, все должно было проясниться после его допроса. Но странно. Картина убийства и его мотивы стали еще более туманными. Он не мог сказать ничего внятного. Да, он брал всю вину на себя, но причины называл самые разные. Одной из первых на следствии рассматривалась версия убийства на почве ревности. Неудивительно. Котовский пользовался успехом у женщины. Он всегда держал форму. Был настоящим фанатиком спорта. Способствовал его популярности и романтический образ благородного разбойника. Котовского не раз видели в Одессе и в Кишиневе в обществе дам высшего света. Был даже слух, что его любовницей стала знаменитая Вера Холодная, лучшая русская актриса того времени. Но, собственно, кроме этого факта, что они вместе жили в одном городе, в одно время, мы ничего не знаем. И, может быть, даже он сам распускал этот слух, поскольку ему это очень лестно было. Несмотря на все свои романы, женился Котовский на самой обычной женщине, Ольге Шакиной, фельдшере своей бригады. Свадьбу сыграли в марте 1920 года. Она действительно очень сильно на него повлияла в положительную сторону. Она в какой-то степени, вот эта его залихватность, бесшабашность, которая в нем была со времен революционных событий, она в нем успокоила. И, как говорил Фрунзе, она сделала из него настоящего полководца. Бойцы уважали жену Котовского и называли ее мамашей. Котовский очень любил ее, но следил за тем, чтобы она не слишком шиковала, как командирская жена. В 1923 году в семье родился сын Григорий. Представить себе, что у Ольги Котовской возникло что-то вроде романа с Зайдером, невозможно. К тому же в августе 1925 года она находилась на девятом месяце беременности. И ей точно было не до романа. Через несколько дней после гибели Котовского родилась его дочь Елена. Но если не жена Котовского, то кто еще мог стать причиной ссоры между ним и Зайдером? На следствии убийца говорил о том, что на прощальном ужине они с Котовским поссорились из-за какой-то незнакомой барышни. Потом подрались, и он случайно выстрелил в него. Однако никто из других гостей на вечеринке этой ссоры почему-то не запомнил. К тому же Зайдер вскоре изменил показания и заявил, что Котовский приставал к его жене. Жена Зайдера, кстати, была бывшая проститутка из его же борделя. И она на суде выступала и категорически отвергла какую бы то ни было вот эту вот интимную версию гибели Котовского. Потом Зайдер говорил, что Котовский взял у него в долг и не отдал. А уже на суде вдруг признался, на самом деле он убил Котовского, потому что тот не повышал его по службе. Но это вообще звучало смехотворно. На военной службе Зайдер не состоял, и Котовский никак не мог повышать его. Несмотря на все эти странные признания, суд поспешил поставить в деле точку. Майера приговорили к десяти годам тюрьмы. После процесса один из следователей спросил жену Котовского, ну, вы, наверное, недовольны приговором. Она ответила, история нас рассудит. Поспешность суда сразу вызвала много вопросов. Уже тогда ходили разговоры, что Майер, который нес откровенную нелепицу, ну, никак не похож на человека, который застрелил Котовского. Ведь на самом деле причины для устранения Котовского могли быть куда более серьезными, чем просто ревность или зависть. И люди, заинтересованные в его смерти, тоже были. Странные обстоятельства гибели Котовского породили и версию о том, что его убийство было связано с большой политикой. В то время в советском руководстве как раз разворачивалась борьба за власть между сторонниками Сталина и Троцкого. Ходили слухи, что Котовского вскоре должны были назначить на высокий пост в Реввоенсовет. И прямо из отпуска он собирался в Москву обсуждать свое назначение с заместителем наркома по военным и морским делам Михаилом Фрунзовым. Но те, кто не хотел этого назначения, якобы решили его устранить. Одни говорили, что это Троцкий завидовал Славе Котовского. А Троцкий, напоминаю, был тогда еще пока наркомом по военным и морским делам в 1925 году. Потом валили вину на Сталина. Ну, а на кого же еще? Но это тоже какая-то глупость, потому что Сталин тогда еще был... Ну, далеко не тот Сталин, который потом... Вряд ли Котовский мог представлять опасность для Сталина или Троцкого как конкурент в борьбе за власть. При всей своей популярности он не был важной политической фигурой. Но от Котовского могла исходить опасность иного рода. Для всей страны в целом. Котовский мечтал о том, чтобы освободить оккупированную румынами Бессарабию и присоединить свою родину к Советскому Союзу. Еще весной 1919 года Красная Армия должна была сделать это. Она подошла к границам Румынии и готовилась совершить бросок за Днестр. Тогда по этой реке проходила граница. Котовскому предлагалось командовать особым отрядом, совершать диверсии в тылу румынских войск. Он с нетерпением ждал начала этого освободительного похода. Но он не состоялся. Помешала разгорающаяся гражданская война. Ну и после Гражданской войны Котовский не раз возвращался к идее освободительного похода в Бессарабию. Он стал одним из инициаторов создания Молдавской автономной республики в составе Советской Украины, которая появилась 12 октября 1924 года. На торжественной церемонии ее провозглашения он назвал ее плацдармом для освобождения Бессарабии. А в апреле 1925 года Котовский сделал еще более откровенное заявление. Вопрос об освобождении Бессарабии мог бы быть разрешен хорошим ударом нашего корпуса или в крайнем случае еще парой наших корпусов. «Мы уверены, что если этот исторический момент настанет, наша красная конница перемахнет одним прыжком через Днестр». Котовский не только произносил пламенные речи, но и разрабатывал собственный план по освобождению Бессарабии. Предлагал сложить в себя полномочия Комкора на свой страх и риск провести эту операцию, потому что он был уверен, что если он бросит клич «я Котовский», то вся Бессарабия пойдет за ним. А тут его можно было объявлять вне закона. Но он бы через какое-то время провозглашал советскую власть в Бессарабии и входил в состав Советского Союза. То есть вот такой у него был залихватский план. Этот план не приняли. Он грозил Советскому Союзу серьезными международными осложнениями и даже военным столкновением с западными странами. За Румынией стояли англичане и французы. Но Котовского это, похоже, не волновало. По некоторым данным, он самостоятельно продолжал готовиться к тому, чтобы начать революцию в Бессарабии. Есть такая версия, что Котовского и убили как человека, который неуправляемый, неконтролируемый, может спровоцировать конфликт. Военный, международный конфликт. Могли ли ради предотвращения большой войны пожертвовать легендарным, но неуправляемым командиром, которого манил пожар мировой революции? Вопрос остается открытым. Но и в этом случае Котовского окружает ореол борца за справедливость, с которым он прожил почти всю жизнь. Однако есть и другая версия его смерти, в которой он выглядит вовсе не романтическим героем. И связана она не с большой политикой, а с большими деньгами. К 1925 году им контролировалась фактически вся экономика района, в котором дислоцировалась его часть. Дело в том, что Котовский, пока даже не буду брать его бандитское прошлое в расчет, был, как бы сейчас мы бы сказали, точнее во времена Советского Союза сказали бы, теневым воротилой. Он моментально устраивал то, что сейчас называется схемами. То есть сахар в обмен на кожу, кожа в обмен на спирт, так далее и тому подобное. Подконтрольные Котовскому сахарные заводы вырабатывали до 300 тысяч пудов сахара в год. Он пытался закупать нефтепродукты в Баку, контролировать снабжение Красной Армии мясом во всей юго-восточной Украине и даже торговлю пивом. В 1924 году он заключил договор о поставках хмеля в Чехословакию на полтора миллиона золотых рублей. Есть мнение, которое часто довольно встречается, что на самом деле в начале 20-х годов Котовский был одним из самых богатых в России людей. Причем официальным образом. При таком размахе бизнеса Котовского его интересы вполне могли столкнуться с интересами других, таких же, как он, крупных полуофициальных коммерсантов. На дворе стоял НЭП, лихие 20-е, и нередко отношения между тогдашними бизнесменами выяснялись с помощью револьверов. Так что, возможно, и Котовский стал жертвой заказного убийства. Кто именно мог его заказать? На этот вопрос, наверное, уже никогда не будет точного ответа. Если поверить версию организованного покушения на Котовского, то мейера Зайдера либо привлекли к нему как простого исполнителя, либо же угрозами или деньгами заставили взять вину на себя. На суде придумали версию поприличнее – убийство на почве служебного конфликта. А Зайдера потом потихоньку выпустили из тюрьмы в 1928 году. Он хотел раствориться в большом городе, устроился в Харькове с цепщиком вагонов, вел тихую жизнь. Но это его не спасло. Зайдера убили в 30-м году, убили его Котовцы. То есть те, кто воевал с Котовским, якобы они его убили из мести. Но пропал единственный свидетель, который знал, во всяком случае, все. В 1940 году Красная Армия все-таки совершила освободительный поход в Бессарабию, которая тогда присоединилась к СССР. Но мечтавшего об этом Котовского уже 15 лет не было в живых. В 1934 году над его склепом в Бирзуле, переименованного в Котовск, построили сооружение с трибунами и барельефами на темы сражений гражданской войны. Перед ним проходили демонстрации трудящихся и принимали детей в пионеры. Но, к сожалению, в годы Великой Отечественной войны наши войска так быстро отступали, что в этой неразберихе не был выполнен приказ об эвакуации саркофага с телом Котовского. Занявшие Котовск румыны и немцы разрушили мавзолей, украли ордена Котовского и его шашку, а тело выбросили в канал. Но местные рабочие разыскали его. Спрятали забальзамированное тело Котовского в каком-то подвале и поливали его водкой для сохранности. Но понятно было, что от него осталось все равно не так много. И после войны его или не его снова захоронили в том же мавзолее, который восстановили. Сегодня останки Котовского лежат в цинковом гробу с небольшим окошком. Дверь в склеп заперта на обычный висячий замок. Как-то ее взломали грабители, которые, вероятно, хотели украсть его ордена. Но ничего не нашли. Ордена и шашка Котовского, которые Румыния вернула после войны, давно уже хранятся в Москве. Эпоха русской революции породила массу ярких личностей, героев своего времени. Одних из них помнят, имена других со временем стали забываться. Но такой колоритный и противоречивый человек, как Григорий Котовский, конечно, не забудется никогда. Его окруженная легендами жизнь всегда будет привлекать новых и новых исследователей. И, может быть, им когда-нибудь удастся поставить точку в одной из главных ее загадок. Загадки гибели легендарного красного полководца, которая все еще остается в числе самых интригующих тайн нашей истории. История.